Смотрите, что происходит, когда вы начинаете выполнять эти упражнения? Обратите внимание, когда вы их делаете, есть два состояния реальных у каждого из вас. У кого-то в голове мозг взрывается и говорит, какой хернью я занимаюсь. И он начинает работать еще активнее, чем он работал. Есть люди, у которых внутреннее спокойствие, и он проваливается, и у него наступает такое ступорное состояние, когда думать вообще не хочется. Два варианта. Почему два варианта? Дело в том, что у нас есть психика, которая по-разному работает у каждого, и мы каждый имеем свое на данный момент эмоциональное состояние. Если нам комфортен в этой жизни, есть люди, кому он комфортен в жизни, и их очень много есть, кому комфортен альфа-ритм. Те, кому комфортен альфа-ритм, кто в ней чаще всего пребывает, те сразу идут на тормозе, да, то есть даже если они пришли активные, у них мозг был активный бета-ритм, они просто идут сразу в альфа и притормаживают. И у них именно заступает такое ступорное состояние. Люди, которые находятся в активном бета-ритме, то есть это могут быть тревожные состояния, или это могут быть, ну вот просто вас кто-то высадил на коня вот прямо-прямо сейчас, да. И вот вы пришли, и, кстати, на этом деле, вот, извиняюсь, о том, что я рассказываю, основаны многие практики, да, например, суфийское окружение, суфийские танцы, предполагают, что человек в бета-ритме разгоняется еще больше. Мозг грузится, 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 и в какой-то момент, там частота с 25, там на 35 Гц прыгает, и мозг не выдерживает, да, перегрузка, как у компьютера перегрузка. И он уходит раз, и на перезагрузку просто. Он уходит в альфа-ритм. Вот за счет перегруза человек проваливается в себя. На этом тоже есть построена часть психотехник. И так как у нас психика разная, кто-то идет через перегруз, кто-то идет просто через торможение. Те, кто будет чувствовать, что у него нарастает вот эта вот болботня в голове, просто во время упражнений в какой-то момент все равно будет провал. Вы просто до него дойдете, просто надо дольше выполнить упражнение, дождаться, пока этот провал будет. Через перегруз мозга. Мне не нравятся техники по перегрузу, потому что сейчас очень много людей, которые находятся абсолютно в комфортных, равновесных состояниях. У них нормально работает интуиция. Они привыкли жить в расслабленном состоянии. Они привыкли уже к альфа-частоту. И их не надо перекурать, потому что это же с альфа надо в бета разогнаться. Это настолько тяжело. Для того, чтобы еще перегрузиться, это куча ненужной работы. Проще сразу запомазить. Поэтому вот эти вещи, когда вы понимаете, как работает у вас в голове, вы для себя определите, вы по такой схеме идете или по такой схеме. И это не значит, что вы всю жизнь будете по такой схеме. Это значит, что здесь и сейчас, вот сейчас, у вас случилось, в силу каких-то обстоятельств именно включилась эта схема работы. В следующий раз вы можете прийти, расслабиться и пойти по первой схеме, торможение просто и все. Это может быть связано с тем, что не тренированность мозга, то есть отсутствуют сейчас какие-то международные связи. То, что мы делаем сейчас на ощущениях, мы же им достраиваем. У вас каждый день будет очень хорошо спать. У вас все это будет достраиваться. Вы делаете ту работу, которую вы не привыкли делать. И это все будет сказываться на мозге. Но есть еще такая вещь в энергетике, которая говорит, что есть блок. Это тоже может быть вариантом. Мы сейчас начнем делать следующее упражнение, когда мы начнем уже по рукам двигать энергию, ощущения, перемещение ощущения по рукам и ногам. Если есть где-то блоки, то будут вплоть по руке, ведешь, ведешь, потом раз чувствительность на каком-то месте пропадает, или в теле она пропадает. Значит, надо понимать, что там лучше всего это место проработать. Это элемент проработки точно так же, как будут работать энергетические целители, которые будут работать с вами. Они точно так же будут работать. Схема одна и та же. Просто в данном случае вы будете работать друг с другом, вы можете подтянуть и какие-то вещи разработать. Если, понимаете, как оно получается, вы-то сейчас будете менять и свое мировоззрение за время этого курса. У вас сейчас будут подниматься программы. Они будут отрабатываться либо жизненными сценариями, либо прямо здесь будут извлекаться осознание. Вы будете меняться. И во время проработки на уровне еще энергетики, если вы вытянули блок, может случиться так, что у вас и по здоровью будет отражение по заболеваниям, что-то уйдет, что-то отступит, что-то, что-то по жизненным ситуациям. Потому что те стрессовые моменты... Ведь абсолютно любая ситуация, любой стресс, у нас некуда больше писать, как в наше тело. Понимаете, это единственное, что проявлено в нашем мире, в материальном мире, у нас есть только тело. Поэтому все блоки, все стрессовые ситуации, все у нас лежит на уровне энергетики. Эту энергию шаманы называют гучей, темной энергией и так далее. Но когда вы сейчас будете работать на уровне ощущения, вы тоже это будете чувствовать. Хотите, вытянули. А потом посмотрели, если оно еще вытянуло в параллельном месте с программой, которая стояла у вас в голове, то оно не возвращается. У вас реально по здоровью идут улучшения. Поэтому, когда говорят, что метод Брунникова, он оздоровительный, он на самом деле оздоровительный по многим моментам. Во-первых, он меняет мировоззрение, разворачивает человека к себе, не на то, чтобы он искал что-то вне, а чтобы он нашел перемены в себе. То есть он начинает, это основа, работает по психосатоматическим моментам, таким, металлон задевает энергетическую часть человека. Хочешь, не хочешь, жизненные силы у нас есть у каждого. И энергия нам каждое утро нужна для того, чтобы даже просто встать, наполниться и так далее. Ну и плюс, здесь ведется работа с физическим телом. Руками выхать, вы тоже будете.